Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как связаны внутреннее и внешнее, потому что я очень четко проследил это взаимодействие. Когда что-то меняется внутри, то меняется и снаружи. Об этом говорили многие, но важно понять, как это действует. Когда я занимаюсь изменением своего внутреннего состояния, я замечаю, что вещи вокруг меня, во Вселенной, происходят иначе, как сами собой. То есть все происходит так, как по мановению волшебной палочки, можно сказать, в потоке. И внутреннее состояние, хорошее внутреннее состояние, это состояние здесь и сейчас. Когда я в полной мере нахожусь здесь и сейчас, я вижу, что происходит наилучшее, что возможно. И это действительно здорово, потому что, когда я понимаю, что это наилучшее, оно приносит пользу и радость, то мне хочется продолжать это делать. И то есть некоторые замечали даже, что бывает, когда отдаешься вот этому потоку, то как сознание творит само. И вы тоже сможете это проэкспериментировать. Побудьте какое-то время в состоянии медитации, то есть в состоянии покоя, расслабленности здесь и сейчас. И пронаблюдайте, как потом будут происходить у вас в ближайшее время, пока вы не выйдете из этого состояния, ваши дела, то есть все, что происходит вокруг вас. И вы увидите, что на самом деле появилось больше принятия и что те вещи, которые казались вам какими-то неправильными или плохими, они происходят, вернее, плохие вещи просто не происходят. А вы можете принимать то, что вы не принимали и изменять это. Так же и работает и процессинг во многом. То есть потому что многие вещи, которые происходят с человеком, он не принимает. И это откладывается у него как негативный заряд. Оно подавляется, вытесняется из сознания и перемещается в раздел подсознания. А раздел этот подсознания работает уже на основе стимул-реакции. То есть малейший стимул дает такую же реакцию. То есть будь что-то напомнило о случае, вы даже не вспоминаете его, у вас начинает болеть голова, начинаются какие-то неприятные ощущения и так далее. Для того, чтобы справиться со всем этим, важно очистить сознание. И очистить его каким образом? Убрать оттуда этот негативный заряд. То есть убрать непринятие и перевести сознание в режим нахождения в настоящем времени. То есть здесь и сейчас. Отчасти в этом помогает медитация. Но процессинг это более уже как динамическая медитация. Только это не движение тела, это перемещение сознания, внимания в те эпизоды, где оно застряло. То есть и оттуда мы вытаскиваем то, почему застряло там внимание. То есть что было не принято. Как раз это я и называю размоделирование, рассоздание заряда. То есть начинаешь воспринимать как есть и вновь возвращается состояние гармонии, любви и счастья. Поэтому, друзья, я предлагаю попробовать процессинг счастья. Для начала запишитесь на бесплатную консультацию, которую я предлагаю. А дальше уже можно, я вам расскажу, как работает процессинг счастья и можно будет попробовать его. Самое главное, что это можно делать и самостоятельно, и в паре с вашим приятелем. Вот, конечно же, более эффективно это с профессионалом, но можно начинать разными способами. Главное желание и главное это делать каждый день, то есть выделять часть практики. Вот поэтому я вас приглашаю в Академию счастья. Сегодня в 19.00 в среду будет прямой эфир на моем канале YouTube, который вы тоже можете посмотреть и там задать вопросы. Я более подробнее расскажу о том, как работает процессинг счастья и о том, как можно очищать сознание и быть действительно счастливым, радостным и здоровым. Вот, на этом на сегодня все, друзья. Вам чудесного дня, гармонии, радости и счастья.